Привет, мужики! Opel Omega B Это та машина, которая вам никогда не даст заскучать Случилась беда маленькая Перестал закрываться Или вернее, открываться замок багажника Вот, захлопнулась дверца И потом ты ее ни с помощью рычага Ни с помощью ключа Никак открыть ее мне не удается То есть, что-то там произошло И оставлять это в том виде, в котором оно сейчас нельзя Я не хочу Поэтому нужно сейчас разобраться Что можно сделать, что случилось И так далее и тому подобное Вот, этим делом сейчас есть пока время Хорошая погода Весна, мы и займемся Несмотря на то, что происходит в стране И вообще во всем мире Тем не менее Наша автомобильная жизнь, она как бы продолжается И мы потихонечку копаемся в своих автомобилях Мы потеряли любовь среди многоэтажек Мне понравилось на одном из форумов Я уже не помню форумов Посвященных Опеле Омеге То ли российском, то ли белорусском, то ли украинском Там кто-то как-то написал Опель Омега Это автомобиль Не для сопливых нытиков Мне это понравилось А другой чувак какой-то там написал Говорит Прежде чем ты заводишь Опель Омега Собираешься ехать куда-то на ней Лучше сначала перекреститься Вот так вот То есть люди подмечают Они знают Иногда очень толковые вещи пишут Шутки шутками Но в моем случае В данном случае Я естественно, как и многие другие Сразу полез в интернет Думал, что там я смогу подчеркнуть Всю исчерпывающую информацию по моей беде Но, как оказалось, в видеороликах практически ничего нет Я не нашел по этой неисправности На форумах пишут кто что В общем, очень разрозненная и очень некорректная в моем случае информация Сейчас у нас, как вы видите, весна, тепло Замок, значит, не замерз Он, ключ, проворачивается Замок вроде бы работает С центрального замка Когда я нажимаю на ключ на брелке Закрыть, открыть Двигатель, исполнительный механизм В этом замке срабатывает То есть слышно, как двигатель сам срабатывает, работает Но, когда ты пытаешься открыть У тебя не получается Это сделать Чтобы нам сейчас заняться этим делом Нужно попасть в багажник Крышку багажника мы открыть не можем Значит, попытаемся туда проникнуть через салон автомобиля Откидываем спинку Откручиваем этот И отодвигаем Здесь нажимаем на кнопочку Откидываем спинку И вот он у нас Вот он у нас Практически багажник С помощью вот этой вот отверточки Мы постараемся залезть туда Вот и этой отверточкой Там замочек этот собачку Отодвинуть, чтобы открыть багажник Вот так мы проникаем В багажное отделение Opel Omega Сейчас мы попытаемся Плохо видно Все Все, приоткрыли Намок О, то еще занятие Открываем Багажник Сейчас защелкнем Вот так вот Раз Раз он защелкнулся Все, закрылся Ставимся Надавить на рычаг Вот здесь вот И он должен Как бы откинуться Вот этот вот крючочек А он Не реагирует Видите Что это значит Это значит, что Багажник мы Закрываем И все И он закрывается И стопорится И уже потом ничем Его не открыть Кроме как Кроме как вот здесь Вот так вот Раз Видите, и он вот Отщелкнулся Короче Нужно понять Что там Для этого Нужно снять Шумку Вот эту вот Сю Она Держится На вот этих Вот клипсах Вот они Не знаю Как их еще Снять Но нужно Аккуратненько Как-нибудь Чтобы они Не поломались Вскрываем Клипсы Очень аккуратно Пластик И он Он может Поломаться Вот Смотрите Что она Себя представляет Это клипса Вот она Видите Берем Можно взять Вилку Обычную Столовую Можно взять Вот такие Вот круглогубцы Потихонечку С двух сторон Вот так Аккуратненько 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 Сняли Все клипсы Вот Они все Идентичные Вот Такие Вот Ни одну Не поломали Использовал Вот такой Инструмент Но Можно Аналогичный Чтобы с двух Сторон Так Поддеть Сняли Теперь Нужно снять Если Вы увидите Вот Ручка Для Захлопывания Багажника Она На Болт Ее прикручивает На Болт Открутить И Ее Снять И тогда Мы снимем Шумку Я никогда Не вскрывал Эту шумку Здесь Я здесь Никогда Сюда Не залезал Поэтому Мне сложно Предугадать Что там Будет За этой Шумкой За этой Шумоизоляцией Или обивкой Ну Я думаю Что Сейчас Мы Посмотрим О Вот Она Солнечко Вот так Сюда Положим Так Аккуратненько Так Идем То Что Нас Интересует Находится Вот Здесь И Вот Сейчас Мы Будем Смотреть Вот Раз Она Защелкнулась Все Закрылась Да Теперь Мы Рычагом Сзади Пытаемся Вот Смотрите На механизм Он Его Давит Но Не Отщелкивается Вот Эта Тяга Вот Эта Тяга Как Будто Бы Не Хватает Вот А Если Потянуть За эту Тягу Немножко Еще Чуть Чуть То Она Срабатывает Чем Причина Снял Тяги От Электродвигателя И От Ручки Той И Сейчас Попробую Снять Вот Этот Замок Посмотреть Сам Вот Этот Замок Снять Посмотреть Что Там Откручиваем Ребята Откручиваем Потихонечку Вот Такими Гайками Шайбами Шайбами Сейчас Третий Открутим И Снимем Посмотрим Что Там Снимаем Вот Сняли Вот Сейчас Будем Смотреть И Вот Сам Замок Это С Внутренней Стороны Одна Тяга Идет Вот Эта Тяга Тут Такая Алюминиевая Тросик Ну Не Тросик А Ну Из Проволок Что Ли Это От Двигателя Центрального Замка Когда Вы С брелка Закрываете Он Стопорит А Эта Тяга Эта Тяга Эта Тяга Идет На Исполнительный Механизм Вот Этого Вот Этой Головки Которая Собственно Говоря С помощью Вот Этого Зубчика Зубчика Вот Здесь Фиксируется Фиксируется Вот здесь Вот Вскрыл Я Вот этот Вот Вот этот Вот Рычаг На багажнике И вот Что Обнаружилось Вот Этот Рычажок Который Не Дотягивал Тягу Он Здесь Уже Здесь На колхозе Ли Посмотрите Припаяли Как-то Приклеили Ее И Он Шатается И Поэтому Когда Мы Давим Она Не Дотягивает Она Отходит Вы Представляете Себе Вон Колхозинг Блин А И Вот Рано Или Поздно Вся Вот Эта Вот Лепнина Она Дала О себе Знать Хорошенькие Дела Ничего Не Скаж Дело Вот В этом Вот Рычаге Есть Предложение Я Сейчас Подумал Поизучал Думаю Залить Залить Здесь Эбоксидкой Не думаю Что это Самый Хороший Вариант Будет Леон Держать Хотя Нагрузка На этот Рычажок Не Очень Большая Вот Но Тем Не Менее Она Есть Есть Предложение Поставить Типа Из Алюминиевых Таких Полосок Вот Так Вот С одной Стороны И С другой Стороны Здесь Эти Полоски Закрепить На болты Вот Тут Просверлить Отверстие И Здесь Просверлить Отверстие Вот Так Насквозь С двух Сторон На Болты И Тут Будет ли Она Держать Но Можно Попробовать По крайней Мере Так Главное Что Чтобы Эти болты Оставались Внутри Этой Конструкции Наружу Никак Они Не Выходили Тоже Колхозинг Но По другому Не знаю Может Быть Но Эбоксидка Вариант Эбоксидка Залезть Здесь Эбоксидка Я думаю Что-то Меня Не очень Не очень Привлекает Вот Этот Вариант О Сколько Нам Открытий Чудных Дамы И Господа Готовят Старые Машины Так Снаружи Кажется Все Замечательно Как Только Туда Вовнутрь Полезешь Блин А Там Омородная Там Уже Копались Вовсю Ребята Вот Так Вот Из алюминия Сейчас полосочки Отрежем Просверлим На шуруп На болты Затянем И посмотрим Что из этого Получится Ну не бог Вещь что Но тем не менее Думаю Почему Это будет держать Вот здесь Есть Ребро Жесткости Этой Конструкции Это Все Цельное Вот Это Все Цельное Вот Так Поставим Так И С этой стороны Точно Такая Же Получится Вилка Здесь Здесь Мы Здесь Мы Просверлим Отверстие Вот И посадим На болт Гайкой Притянем Друг с другом И здесь Я просверлю Отверстие И насквозь Хотя Тем самым Мы Скорее всего Нарушим Прочность И без того Не совсем Прочной Вот Этого Вот Этого Механизма Но Я Думаю Что лучше Вот здесь Затянуть Болтами И И Вот Здесь Вот Вот Так Ну Вот Приблизительно Вот Так Вот Видите Вилку Такую Вот Сделал Так Вот Наметил Ручечкой Так На Четыре Давайте На четыре С половиной Возьмем Все Как-то Так Теперь Вот Здесь Сверлить Отверстие Нужно Вот С этой Стороны Но Сначала Мы Вторую Часть Вот Эту Вот Просверлим Вот Ну Вот Так Это Сейчас Просто Вот Суть За Ребро Жесткости Зацепили Болтом Теперь Вот Здесь Вот И Тем Самым Я Думаю Этот Рычажок Мы Зафиксируем Посмотрим Вообще Конечно Но Чтобы Купить Такую Новую Или Целую Скажем Так Элемент Этой 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 Конструкции Так Сказать Этого Замка В условиях Кыргызстана В условиях Бишкека Именно Нечего Об этом Даже И думать Ну То есть Можно Там Через Интернет Может Быть Как То Чего То Это Долгая История И Будет Стоить Наверное Немало Но Приходится Делать Что То Своими Руками Как Вы Там Любите Говорить Колхозить Так Сказать Но По Крайней Мере Этот Колхозинг Если Я Сделаю Если Я Проверю То Я Буду В Уверен На Все 100% Сверло На 3 Болт Тройка Сейчас Будем Рассверливать Ну Пиздец Сверло Бьет А Отлажа Сейчас Я Намечу И Попробую Потихонечку Потихонечку Насквозь Как Сознать Пройти А Пасян Ребята Опася Не знаю Как бы Чего Не вышло Просверлил Значит Здесь Мы Уже Видели Здесь Вот Я Просверлил Вставил Теперь С этой Стороны Нужно Просверлить И Попытаться Это Все Так Сказать Зажать Вот Получилась Вилка С Распором На Ребро Жесткости Ну И Собственно Говоря Так По крайней мере Вот Когда Дергаешь Она Держится Вроде Бо Жестко Не Отходит Будет Ли Держать Или Нет Вот Эта Вся Конструкция Вот И Будет Ли Она Работать Вот Сейчас Тоже Неизвестно Пойдем Ставить Посмотрим Что Из Этого Выйдет Ой Да Вот Так Все Теперь Здесь Штырь Клинышек И с этой Стороны Тоже Тут У нас Все Обильно Смазано Солидолом Или Чем-то Там В общем Смазка Такая Хорошая Загустевшая Единственное Протрем От пыли От грязи Скопившейся Вот здесь В районе Замка Сейчас Поставим И Не будем Ставить На сам Крышку Багажника А Проэкспериментируем Здесь Что-то Волнуюсь Очень Если честно Волнуюсь Очень Так Вот Видите Как Получается Вот 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 Так Видите Оставляются Вот так Так Вот Вот И Когда мы Вот так Толкаем Вот Вот Видите Рычаг Бым Туда Уже Все До конца Поставим Что из этого Вы Блин Не знаю И Как Долго Будет Держать Ну Время Только Покажет Время Протираем От Грязи Резиновую Накладку Тоже Тоже Протираем Так 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 Вот Так Одевается А Так Так А Вот Дела Сегодня Наш Парламент Жигург Нежный Посоветовал Премьер Министру Вести Чрезвычайное Положение В нашей Стране Кыргызской Республике В связи С коронавирусом Вот И Премьер Наш Сказал Будем думать Обсуждать До конца Этого Дня Так вот Пока Мы это Делаем Занимаемся Нашим Апельком У нас Могут Сегодня Вечеру Или там Скажем Завтра Если Премьер Примет Решение Вести Чрезвычайное Положение Чем Это Нам Аупнется Неизвестно Вот И Как Жизнь Наша Даша Повернется Тоже Неизвестно Мы Хотели Этой Весною Буквально Через Недели Две Поехать За грибами В пустыне В песке Мейнком Это В соседнюю Страну В республику Казахстан Мы туда Каждый год Ездим За белым Степным Грибом Вот Целый год Ждали Этой Поездки И вот Съездили Такие вот дела Очень печально Если честно Очень печально Ну ладно Продолжаем Нет Неправильно Забыл Один механизм Вот сюда Вот сюда Вставляется Еще Резиновое Уплотнение Кольцо Вот такое Гофра Вот так Вот видите Все Ну а теперь Давайте проверим Работает ли Этот механизм Или нет Собачка Это Защелкивается Вот так Раз Все Вот она Видите И теперь Я Эти Снаружи Раз И все И она Открылась Вот они Видите Тяги Поставил На место Ну вот Как-то Так Теперь Ставим Шумку На место Вот И все Клипсы ставятся Относительно Просто Вот эти Вот Которые Шумку Придавливают Крепят Вот посмотрите И все Все Стоит Все Затянул Поставил Все Все На свои Штатные места И теперь Момент Истины Мы Сейчас Закроем Багажник И попытаемся Его Открыть Как бы Чего Не вышло Да Я почему Доверю Что Все Будет Хорошо Ну что Пробуем Давай Так Теперь Открываем Опа Открылся Открылся Ребята Все Убираем Инструмент Откидываем Сиденье Ставим На штатные места Наводим Порядочек Я думаю Может быть Кому-то Это будет Полезное Видео Потому что На самом деле Когда у меня Случилась Эта беда Я начал Искать Это в интернете Что может Быть Кто-то Ребята Кто-то Покажет Кто-то Разъяснит Как говорится Все По пальцам Разложит Ну Чтобы По крайней мере Было понятно Куда Лезть Зачем Лезть Что Делать И так далее И тому подобное Я ничего Не нашел Это видео Доступно Теперь Для Широкого Пользования Для Всех Кому Это Необходимо И Может быть Кому-то Это Поможет В будущем Потому что Машинки Старые Рано Или поздно Они Ломаются Да В общем-то И новые Машины Тоже Ломаются Может Это Вам Пригодится Ну Вот Кажется И все Как В общем-то Это уже Становится Традицией В современных Реалиях Я хочу Пожелать Вам Всего Самого Хорошего Берегите Себя Берегите Берегите Своих Близких Не паникуйте Я думаю Что Все Невзгоды Все Печали И Так сказать Эту Лютую Годину Мы с вами Переживем И все Будет Хорошо Не паникуйте Все Будет Замечательно Правда Обломки И буду Снова Строить Эти Многое Этажки Многое Значит Для Нас Пересечения Улиц Проспектов И Трасс Мы Натворили Глупости Наговорили Фраз Но Если Сердце Еще Бьется Значит Есть Шанс Где Ты Где Я Что Между нами Нам Никто Не Скажет Где Ты Где Я Мы Потерялись Среди Много этажек Где Ты И Где Я Что Между нами Нам Никто Не Скажет Где Ты И Где Я Мы Потеряли Любовь Среди Нак этажек Мы Потеряли Любовь Среди Нак этажек Мы Потеряли Любовь Среди Нак Нак этажек